Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Поль Механа до того, как он стал известен. Ну а заранее, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. И, кстати, мне очень интересно, ответит ли Поль Механ мне на это видео, как это получилось с Акстаром. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Миша Поляков рос вполне обычным парнем, из подмосковных химок. Он рисовал комиксы, увлекался робототехникой, а также активно разучал новые трюки с друзьями на турнике. И ставил личные рекорды в тренажерном зале. И хотя у мальчика с детства проявлялись творческие наклонности, мало кто мог предугадать, во что это может вылиться впоследствии. Глядя на гармонично развитого подростка с довольно широким кругозором и сферой интересов, можно было предположить, что он займет в жизни достойное место. Но в полной мере представить, как сложится судьба Механа, не мог никто. И вот однажды переломный момент настал. Чрезмерные занятия спортом несколько подорвали здоровье нашего героя. Мало того, любимую долю времени и сил отнимала подготовка к экзаменам. В общем, обстоятельства сложились таким образом, что со спортом парню пришлось завязать. Однако по прошествии времени случилось еще более судьбоносное событие. В жизни юноши появился Ютуб. Конечно, Миша знал о нем и раньше, но вот желание создать свой канал, а также монтировать и выкладывать собственные видео возникло впервые. Но путь к славе тернист. Как и во многих других случаях, успех пришел не сразу. В попытках найти свой уникальный контент, что позволит приумножить аудиторию, Миша переборол многое, а моральные влоги с друзьями, летсплеи, обзоры и всякое другое. Увы, старания не приносили желаемого результата. Казалось, что количество подписчиков стоит на месте. Подобное довольно сильно угнетало, ведь юноша привык быть лучшим во всем, чем занимается. На время Мишан забросил свой первый канал. Он уже подумал о том, чтобы прекратить эту деятельность. Тем не менее, что-то останавливало юношу от такого опромерчивого поступка. Он продолжал искать все новые и новые пути, генерировать свежие идеи. Однако, как и бывает у многих творческих людей, улыбка Фортуны ослепила его неожиданно. И вот, в один из дней парень создает новый канал. Чуть позже ему в голову приходит снять на камеру первый эксперимент. Что будет, если не спать неделю? Надо сказать, что в то время Миша еще не подозревает. К чему это приведет? Он просто хочет поделиться своим опытом с несколькими сотнями подписчиков. Минимальный монтаж, никаких особых манипуляций в редакторе. Юноша просто снимает короткие эпизоды из каждого прожитого дня, чтобы потом соединить их вместе, а после подвести итоги. Мучение позади, ролик уже слит в сеть. Сложно представить, каким же было удивление Михана, когда работа начинающего блогера с неидеальным звуком и картинкой вдруг выбилась в топ. Количество подписчиков стало стремительно расти. И тогда он понял, что начался период, когда студент Миша помалу-помалу начал превращаться в новую творческую единицу великого и неподражаемого видеоблогера под ником Поль Михан. Впоследствии, когда скилл монтажа повышается, Михан открывает для себя новый вид творчества – короткометражки в жанре хоррор, главные мужские роли, в которых блогер исполняет сам. Также хочется сказать, что в его жизни присутствует музыкальное творчество. На данный момент на канале нашего Михана уже почти 1 миллион подписчиков. Неисчерпаемая фантазия и потенциал Миши не оставляют ни единого шанса сомневаться в том, что вскоре эта цифра существенно увеличится. Так что пожелаем ему удачи. Ну вот такую историю о жизни Поль Михана я рассказал. А если тебе понравилась моя история, обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! Что такое Индегран?